Но никуда не исчезли другие заболевания, и порой для их лечения требуются импортные препараты. Только вот найти их в аптеках при Байкале становится все сложнее. Подобная ситуация складывается и за пределами нашего региона. Как с возможным дефицитом планируют бороться в Иркутской области, разбиралась Дарья Эйвазова. Ради одного импортного лекарства порой приходится обойтись с десяток аптек. Хоть сами препараты и не попали под санкции международного сообщества, доставить их в Россию и в частности в Иркутск становится все сложнее. Так что все чаще в регионе встает вопрос об импортозамещении различных лекарств. Аналоги импортных лекарств, в принципе, уже можно найти в аптеках. Например, я недавно болела гриппом, и мне выписали лекарство, которое производится прямо в Иркутске, и при этом, как оказалось, является аналогом дефицитного французского препарата. В свою очередь, Федеральный Минздрав уже составил список из сотни препаратов, которых может не хватить на рынке. Перед продажей все лекарства, и зарубежные, и отечественные, проходят регистрацию. Эту процедуру для большинства препаратов ускорят и упростят. А некоторые импортные лекарства отправят в аптеки прямо в иностранной упаковке. Тем временем на региональном уровне также ищут решение проблемы. В частности, ее обсудили в общественном совете при ЗАГСобрании Иркутской области. В дефектурные позиции попало множество препаратов. Противоопухливые, противоаллергические, антибиотики, жаропонижающие, средства от давления и многие-многие другие. По некоторым из них проблемы были решены. Публично обозначенный тревожный список лекарств под угрозой спровоцировал ажиотажный спрос на отдельные позиции. Возрождение спекуляций на рынке лекарственных препаратов и рост серого рынка. При этом в Иркутске могут производить аналоги для зарубежных препаратов. В этом наглядно убедились областные парламентарии и члены общественного совета ЗАГСобрания, когда посетили Институт химии имени Фаворского. На его базе постоянно разрабатывают и испытывают разные лекарства, в том числе жизненно необходимые. Гостям продемонстрировали современное оборудование. Этот рентгенодифрактометр, например, определяет структуру вещества. Позволяет доказывать, что ты получил именно то, что ты получил. При этом производство лекарств высокозатратное. Поэтому вопросу, как помочь отрасли на общественном совете при областном парламенте, уделили особое внимание. Важно поддержать наших ученых, наши научные центры, которые проводят исследования в области фармакологии и медицины. Надо поддерживать и наши фармацевтические предприятия. Стоимость фармпроизводства зависит от инфляционных процессов. Цены выросли, в том числе на сырье, упаковку, транспортные расходы. В итоге общественный совет подготовил ряд предложений, как предупредить лекарственный дефицит. Например, организовать мобильные аптеки в отдаленных территориях Иркутской области, создать и государственную систему мониторинга лекарств в аптеках региона. Часть предложений депутата законодательного собрания отправят для рассмотрения до федеральный уровень. Дарья Эйвазова, Новости Пабудня.